Президент сделал такую хорошую, мы считаем, программу, так как я прочитала и смотрю в России, там надо 50% заплатить за ремонт, потом 50% государства, потом будут выплачивать. А нам проценты идут, у нас процентов нет. Это же хорошая же программа президента, но почему, извините за уважение, так ее опоганили в нашем Южном Казахстане, в нашем любимом Чемкенте. Лариса Литвинова не может сдержать своих эмоций. Она предлагает просто сравнить картинку обещаний, которые им предоставил подрядчик с действительностью, в которой оказались жители дома номер 40 по проспекту Республики. Вот что они должны были нам делать. Значит, они нам должны делать. Мы люди подписали. Значит, идет замена крыши, замена инженерных коммуникаций, это значит, канализация, ремонт подъездов, замена окон и дверей, и относки дома, и обшипка балконов. Вот это вот мы подписали. Они нам начали делать. Вот наши квартиры, пожалуйста. Жители верхних этажей говорят, спокойных ночей за эти три года можно пересчитать по пальцам. Даже летний дождь превращается в настоящее испытание. Сначала барабанной дробью, долетающей с крыши, а затем потоками воды, угрожающими затопить все и вся вокруг. В той квартире точно такая же процедура, точно такая же. 29-й. Ну а в сухую и безветренную погоду проблем жильцам доставляет подвал. Всего месяц назад жителям пришлось собрать по 3000 тенге и вызвать аварийную бригаду, которая откачивала воду из затопленного подвала. Здесь все погнилось, здесь все перепорчено. Постоянно мы без света сидим. Постоянно у нас авария. Мы сидим как на бараховой бочке. Впрочем, подрядчик во всем винит жильцов. По его словам, к хорошему быстро привыкаешь, но платить за хорошее не хочется. Поэтому, мол, люди и придираются. Крышу мы им сделали качественную. Просто во время дождя она протекает. Но ведь они сами вывели дымоходы. Естественно, течь будет. Да и в подвале ремонт хороший сделан. Частично мы им заменили трубы. К слову, ремонт сделан в доме в сентябре 2013 года. Жители подписывать акт приема таких работ категорически отказались. По их словам, они сомневаются и в точности сметы. Подрядчик им не предоставил ни одной счет фактуры. Отказались они и платить по счетам за ремонт. Но средства, выделенные по госпрограмме, на их дом возвращать придется. А в противном случае администратор программы обещает обратиться в суд.